сделать спичку для выживания лесу да легко для супер выживания спичка похожие на факты почему потому что такая маленькая размер всего одну спичку и горит целых пять минут даже больше потому что я стряхивал это поганый спичка она все равно горит 5 так что нам потребуется нам потребуется естественно обыкновенная спичка сам обыкновенно сами дешевые каналы обыкновенная ватка также любая в данном случае буду использовать тампончик макияжный сделанный из вата без разницы так что нам делать берем любую свечу любого цвета нам нужен именно парафин из этой свечи и будем теперь заливать данным парафином нашу ватку если у вас обыкновенного то расстилаем ее тонким слоем таким прямоугольным чуть-чуть длинноватым но не очень широким теперь чем нам нужно нам нужно полностью залить в воском нашу ватку ничего сложного этом нет правильно потому что почему потому что каждый это сможет сделать ничего сложным это нет естественно руках ватку не жать не надо в воск горячий и можно свою нежную шкурочку обжечь нам это не надо без ставим на любой предмет можно в данном случае я на кусок мрамора поставим можно по сайте на тарелочку на стекло на зеркало да без разницы что угодно даже просто на тетрадку или на бумажку она не приклеится будет все нормально хорошо Полностью, посмотрите, оно залило со всех сторон. Теперь одираем, если граница приклеилась. И что будем делать? В данном случае у меня слишком широкая. У меня где-то половину данного диаметра не надо. Что нужно делать? Правильно отрезать лишнее. Я буду делать маленьких две свечи факела из данного устройства. Внутри одной у нас будет находиться полностью одна спичка. Будем мы проверять, насколько горят они вместе. Время, насколько дольше. Какая из них лучше. И чтобы потом выбрать для себя, естественно. Итак, в этой мы внутри вкручиваем спичку. И запихаем внутрь коктейльной трубочки. Любой. Нужно самое главное, чтобы она туда заходила плотненько. Как видите, слишком много нам получился. Слишком много ватки с этим парафинчиком. И оно плохо заходит. Ничего, втрамбовываю и запихаем. Хорошо. Теперь, чтобы она глубже зашла, используем или спичечку дополнительную. Или, как ножиком я сделал, просто посунули внутрь. Теперь прощупаем, где она заканчивается. И отрезаем с этой стороны. С помощью огня или там спички или зажигалки слегка плавим конец. И сразу же сжимаем плоскогубцы. С другой стороны так же сделаем и сжигаем. Все. Теперь наша трубочка полностью герметически упакована внутри с мини-факелом. Что мы делаем с другим кусочком. Так как оно уже успело остыть и полностью превратилось в твердую, как выломающуюся структуру. Мы слегка обжигаем огнем. Для того, чтобы оно слегка нагрелось и воск расплавился. Теперь скручиваем узенькую такую вот трубочку. Для того, чтобы поместилось внутрь коктейльной трубочки. Как видите, внутри данной ватки у нас совершенно нету спички. Ничего страшного. Это не проблема. Запихаем в трамбовер. Оно должно идти туда подненько. Под самым концом, посмотрите, сламываем спичку под углом, что осенькая была и запихаем конец. То есть спичка лишь с самого начала. Чуть-чуть маленький кусочек, именно чтобы можно поджечь. Как видите, внутри мы видим. Одна у нас трубочка непрозрачная, черная, находится полностью спичкой внутри. Другая желтенькая без спички. И так же заполняем два конца и сжимаем паскогубцы. Все. Полная герметизация обеспечена. Теперь нам нужно об что можно было зажигать данный факел. Например, после грозы, да что угодно, да в лесу. Мало ли что пригодится. В супер выживании нам иногда может быть нужно. Что делаем? Отрезаем сторону, вот это откуда зажигается спичка. С этой стороны приклеим скотч или изоленту, без разницы, что у вас есть. Аккуратненько подрезаем все углы, они нам не нужны. И теперь мы будем заливать с обеих сторон, опять же, с воском. Также ничего сложного. Поджигаем воск, через несколько секунд, поджигаем свечу и через несколько секунд уже можем начинать на него капать. Заливаем хорошим слой, особенно концентрируясь на углах. Это важно, потому что если оно намокнет, к сожалению, вы уже поджечь его уже не сможете. А нас данный расклад, к сожалению, не устраивает. С обратной стороны, там где у нас изолента приклеена, мы также хорошо обливаем воск, чтобы оно как бы пакетичек образовалось с такой. Не жалеем, хорошо заливаем со всех сторон. Пускай оно слегка остынет и дополнительно еще раз обливаем с обеих сторон, для того, чтобы полностью хорошо держалось. Как видите, получилось просто шикарно. Как теперь ее раскрыть? У нас готово. Соскрябываем с одной стороны и сдираем саму изоленту или скотч с этой стороны. Все, посмотрите, оно нормально, содралось, оно не боится воды, ничего. Это в мусор. И теперь будем нашу спичку поджигать. Что нам потребуется? Или откусить кусочек. Так, где таймер включишь для того, чтобы наблюдать, сколько оно будет гореть. Или просто сгрызаем одну сторону. Если нужно будет, вы сгрызете, потому что это выживание. Конец света. У нас осталась последняя спичка, которую нужно поджечь. Естественно, мы откроем. Сдаливаем с другой стороны и наша спичка вылазит чуть-чуть, чтобы можно было поджечь. Посмотрите. Сдаливаем с этой стороны и оно выдвигается. Одновременно буду демонстрировать два видео. Чтобы черненькую и желтненькую. Для того, чтобы сравнить результаты. Итак, чиркаем. И что у нас получается? Несколько неудачных, но тем не менее оно зажигается. Все замечательно, шикарно. Она горит. Так, смотрим вверху. Также черненькую мы обрезали. И поджигаем ее. Все пучком. Все нормально горит. И также включаем таймер. Таймер тикает вверху и внизу. И будем наблюдать за спичкой. Посмотрите, маленькая. Всего лишь, даже не в ладошку. Она тоненькая. Выключаем свет. Посмотрите, насколько ярко и красиво горит. Это не свеча. Но реально горит. Заметьте, свет камеры снимает все-таки сверху, а не со стороны. На самом деле факел намного больше. Он больше, чем на руку. Насколько сильный источник света. Оно полностью все освещает, что сейчас на столе. Горит равномерно, плотно. И более того, практически он не тушится. Если даже, посмотрите, хорошо встряхивать рукой, оно не тушится. Оно нормально горит. Стабильно и четкий, красивый огонь, который освещает. Это шикарное произведение функции, которое нужно при себе иметь. Мало ли, когда она пригодится. Мы никогда не знаем, что с нами может учиться. А вдруг завтра настал конец света. И все обрушилось. И нам нечем поджечь свою любимую сигаретку. А так теперь у нас будет. Так, проверяем. Вверху уже 3 минуты. А данная черная уже горит. Внизу больше 3 минут. Мы отходим ее, стряхим. Для того, чтобы она в руках. У меня все-таки шкурку свою родную жалко. Поставили на что-нибудь. Например, вот на паскогубце поставлю. И все равно пускай оно там осталось. Нам все равно горит. Соответственно, тайминг мы не останавливаем. Чтобы посмотреть, насколько долго оно может реально гореть. Так. Внизу. Желтенькое уже догорает практически. Но тем не менее, еще светится. Черное. Черный факел. Шикарно. Уже 4 минуты. Все горит просто замечательно. И более того, довольно сильный, хороший источник света. Он горит. Так. Желтая потухла на 4 минуты 50 секунд. Нормально. Все нормально. Вообще шикарно. Более того, я пытался потушить. Соответственно, оно быстрее сгорело. Это еще тлей. Тем не менее, можно уже что-нибудь от него поджечь, если нужно. Или что-нибудь там сделать. Подсветились. Она еще горит. Тайминг еще не сажает. Ну что. Так, все. Закончилось. Образно говоря, 5 минут 30 секунд. Горела эта одна спичка. Если вы представляете, насколько шикарная предыдущая инсклюзия, которую никто не сможет сделать. А вы представляете? Достаете. Обламываете кусочек. Поджигаете. В руках маленький факел, который никто не может сделать. Более того, этот факел вообще невозможно купить. Просто вот уникальный, который вы сделаете вы для себя. Ладно, ребят. Веселых поделок всем.